Двух ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с Днём Победы представители администрации городского округа. У каждого ветерана своя история, и очень хочется рассказать о каждом. Например, жизнь Николая Андреевича Лаптева была полна сюрпризов. Он никогда не думал, что будет жить в Щёлкове. Родился он в Воронежской области, оттуда в 17 лет ушёл на войну. Потом в Челябинское военное училище. 17 лет не сравнялось, я в армию. И в первое время я попал в 36-й запасной альтернативистский полк. Вот, взвод разведки. Три месяца поучился, и вдруг настроят всех, и командир приказывает, кто 7 классов кончил, выйти из роли. Я выхожу, ну у нас человек 30 из 200, наверное, вышло. Потому что война была, не все, даже семилетки имели. И вдруг настроят в вагоны и в Челябинск, Чфакуш, Челябинское военное училище штурманово-стрелково-радистов. С большой любовью ветеран говорит о своей жене. Прожили они вместе почти 64 года. И в Щёлково он переехал ради неё. После войны он продолжил служить. И вместе со своим полком они отправлялись на парад в честь Дня Победы. И остановились на Чикаловском аэродроме. Там он и встретил свою любовь, Нино. После у них родилось двое детей. Сейчас у Николая Андреевича есть 4 внучки, 5 правнучек и 4 правнука. Также поздравили ещё одного ветерана Великой Отечественной войны, Раису Степановну Крайнову. Я вам желаю, чтобы вы жили под мирным небом. Не видели то, что видели мы. И голод, всё на свете. А чтобы вам было мирное небо. Чтобы вы жили под мирным небом. Она родилась в 1928 году и работать начала около 10 лет. В 15 лет эта смелая женщина внесла свой посильный вклад в победу в войне. Она вместе с остальными жителями своей деревни создавала оборонительные сооружения и рыла окопы. В 1960-м она переехала в Щёлково. Отработала на станции дорожный участок в Огудневе 29 лет с занесением в Книгу почёта. У Раисы Степановны осталась одна внучка, двое внуков и один правнук. 17 мая ей исполнится 91 год. Екатерина Сусенко, Валерий Жеглей, телерадио компания Щёлково.